Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Юргане начинается рабочий полдень. Как всегда в нашем эфире мы обсуждаем актуальные темы и делимся полезной информацией. Для начала перенесемся в недалекое будущее. 4 марта на реликтовом озере Донты в Усть-Куломском районе пройдут соревнования по подледной рыбалке. Регистрация участников начнется с 8 утра на берегу озера, начало соревнований в 9. Команда победителей будет определена по наибольшему весу пойманной рыбы. В личном первенстве победителей определяют по номинации. Самый большой улов по весу, самая большая пойманная рыба по длине, самая маленькая пойманная рыбка, самый опытный участник, самый юный участник, первый поймал. Такая номинация тоже будет. Лучшая женщина-рыбачка и рыбацкая семья по улову будет определяться. Ихтео-фауна озера представлена окунем, карасем, щукой, плотвой и ершом. Ну что ж, остается только пожелать удачи нашим рыбакам. Ну а в ближайшее воскресенье во всех городах и районах Коми будут провожать зиму, а пока масленичная неделя в самом разгаре, так что обязательно нужно самому напечь блинов или угоститься этим своеобразным символом солнца с какой-нибудь вкусной начинкой. Ну и уж совсем рядом буквально завтра вся страна будет отмечать День защитника Отечества. Прежде всего, конечно, это праздник всех, кто служил или служит сейчас в родине, носит погоны и оберегает наш покой. Мы поздравляем всех с наступающим праздником. И надо сказать, что наш эфир сегодня фактически тоже будет посвящен как раз защитникам Отечества. Прежде чем мы начнем, давайте узнаем мнение наших юных телезрителей. А как они считают, кто же такие защитники Отечества? А кто такие защитники Отечества? Ну, однажды они жили без войны, а потом война была. Солдаты. Которые защищали землю. Защитники Отечества, это когда, ну, они в армии служили. Ветеранты, которые ходили на войну. Ну, не только, это такие мужчины, которые защищают всю нашу страну. Это которые служили на войне и защищали нашу страну. Солдаты, которые защищают нашу родину от врагов. Это солдаты, которые защищают нашу родину от врагов. Это такие солдаты, которые защищали нашу страну, когда тоже террористы нападали. Военные солдаты всякие. Кто такие защитники Отечества? Это они спасают всех, на родине еще живут. Это мужчины, которые служили в армии и не умерли, а они стали ветеранами и служили в армии. Ну, вот, как видим, у юного поколения правильное понимание о том, кто такие защитники. И в нашей студии сегодня как раз тоже представители новые для России структуры. Российская гвардия, представители управления Росгвардии по Республике Коми. Яков Барталомей, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы. И Сергей Андрющенко, начальник отдела кадров и взаимодействия со СМИ. Добрый день. Добрый день. Для начала давайте разберемся все-таки. Росгвардия, такое красивое название. Ну, что из себя представляет эта структура? Собственно, какие цели и задачи? Потому что до сих пор многие люди, видимо, какие-то свои мнения создают. И, я так понимаю, что не всегда они верны. Ну, начнем с того, что в апреле прошлого года, 5 апреля, в частности, указом президента Российской Федерации, была учреждена Федеральная служба войск Национальной Гвардии. Во главе этой службы был назначен директором службы генерала армии Золотов Виктор Васильевич. Значит, после того, как состоялся этот указ, приступили к формированию подразделений Росгвардии. Было принято решение о создании территориальных органов в каждом субъекте Российской Федерации. Созданы территориальные органы. И, в частности, наше управление также является территориальным органом подразделения Росгвардии на территорию Республики Коми. Помимо этого, в войсках Национальной Гвардии остались бывшие части и соединения внутренних войск. То есть, как бы перешли тут под... Совершенно верно. Которые тоже являются подразделениями войск Национальной Гвардии. Они выполняют соответствующие функции по... На них, прежде всего, возложена функция по территориальной обороне Российской Федерации. А управление, в частности, управление Росгвардии по Республике Коми, основными задачами являются охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, борьба с терроризмом и экстремизмом. Этим у нас занимаются специальные подразделения. Как многие знают, наверное, к нам перешли из подразделений МВД. Ну, в частности, фактически, управление Росгвардии было создано на основе подразделений МВД, которые по указу президента перешли в Росгвардию. Это Центр лицензионно-разрешительной работы и подразделения лицензионно-разрешительной работы, которые возглавляет Яков Николаевич. Отряд мобильного особого назначения в городе Сыктывкаре. Отряд мобильного особого назначения в городе Воркуте. Специальный отряд быстрого реагирования в городе Сыктывкаре. Но он являлся на всю республику. Так называемый СОБР. Подразделение вневедомственной охраны. Ну и сам аппарат управления, который был создан вновь из сотрудников также полиции. Помимо этого, в аппарате управления нам приданы, ну, не приданы, вернее, неправильно выразился, к нам еще были переданы единицы военнослужащих. Само по себе Росгвардия является уникальным таким, такой организацией, в которой одновременно проходят службу и работают разные категории. Это военнослужащие, это сотрудники полиции, но они уже не являются сотрудниками органов внутренних дел, хотя у них имеется специальное звание полиции, да? Это федеральные государственные гражданские служащие и гражданский персонал. Вот четыре категории, которые одновременно существуют и одновременно служат и работают в этой структуре. То есть в этом получается такая уникальность, да? Да, уникальность, совершенно верно, потому что нигде больше не совмещены военнослужащие, то есть военная служба и служба, скажем так, специальная, вот как у нас. Потом, ну, соответственно, те подразделения, которые вошли в Росгвардию, они вместе с тем, как они вошли, они все свои функции, которые выполняли в органах внутренних дел, они продолжают эти функции выполнять только уже в составе новой структуры. Вот поэтому, может быть, какие-то досужие домыслы или кто-то полагает о том, что Росгвардия была создана для того, чтобы, возможно, так думают, что укротить собственный народ и предотвратить какие-либо выступления народа, либо возмущения народа, они под собой не имеют ничего общего. Просто это решение было принято для того, чтобы, во-первых, объединить в одной структуре контроль за оборотом оружия, борьбу с терроризмом и экстремизмом, которые могут этим оружием воспользоваться, а также охрана и обеспечение общественного порядка и охрана объектов во особо государственной важности и грузов. Вот основные цели, которые были поставлены перед Росгвардией, они стоят перед ней. Кстати, вот по поводу контроля за оружием, ваш центр как раз этим занимается. Как обстановка у нас сейчас в Республике Среди? Ведь у нас на руках, я предподозреваю, у людей много стволов, может, пистолетов там еще. Да, у нас на самом деле на сегодняшний день 36 тысяч владельцев оружия. Порядка на руках находится это 60 тысяч единиц оружия разного, разных видов. Это охотничье оружие, самообороны, ну и немного спортивного. И, соответственно, отдельно это юридические лица с особыми составными задачами, которые обладают оружием, служебным оружием и боевым ручным стрелковым оружием. На сегодняшний день и задачи, в принципе, те, которые были переданы в Росгвардию, они остаются на том же уровне. Законодатель ничего не поменял, никакого, так сказать, задач устрашить или что-то еще, или изъять лишний раз владельца, так сказать, это оружие, ничего такого нет. Есть закон, мы его исполняем, закон на том же уровне. И, соответственно, есть у нас в этом плане уже выполнены, так скажем, задачи. Ну, вместе с тем, да, правильно отметили, есть определенные условия, когда у нас граждане не соблюдают эти меры, которые необходимо выполнять. Это, допустим, при перевозке оружия. В этой связи у нас было много оружия потрачено в 2016 году, несмотря на снижение динамики, их количество составило 216 единиц. Это большой, большой объем. То есть это просто потеряли? Потеряли, потеряли оружие. И, как правило, это при передвижении на плавсредствах, при передвижении на снегоходах в зимний период. Либо они оружие не закрепляют, если это на снегоходах, а при перевозке, ну, непосредственно, когда лодка опрокидывается, естественно, спасать нужно свою жизнь, а не оружие. Вот и получается, что у нас оружие тонет. Вот. Вместе с тем, со стороны граждан не всегда соблюдаются меры, потому что, как правило, при перевозке, если даже при передвижении, да, необходимо все равно, как бы, оружие обезопасить. Есть у нас дополнительно... Необходимо, в принципе, приобрести какие-то средства, чехлы, которые предусматривают, что оружие не тонет. При перевозке оружия, оружие должно быть зачехлено, нельзя его перевозить в открытом виде. Как правило, граждане не соблюдают эти условия, и поэтому, возможно, у нас часто оно так и теряется. А вот, допустим, насколько я помню, при потере паспорта, там есть какой-то штраф, да, или что-то такое, а вот при потере оружия какие-то законы предусмотрены меры, или что? Да. Все-таки это такая ответственность? Кто еще потом найдет это оружие, неизвестно. Совершенно верно, да. За несоблюдение условий, то есть передвижения, транспортировки, имеется административная ответственность, которая предусматривает штраф. Но вместе с тем, есть объективные причины, когда, извините, происходит большая волна на, допустим, реке Печора. Бывают сильные ветер, порывы и так далее. В любом случае, мера административного наказания, она предусматривает, сперва, доказательства. Если нет вины, а это состав административного правонарушения, если он не доказывает свою, как и вина, если он обеспечил все условия передвижения, то, соответственно, наказание, он не может быть наказан просто-напросто. Давайте немножко отвлечемся. Не забываем, друзья, о том, что сейчас продолжается у нас масленичная неделя. Время к обеду. Может быть, кто-то сейчас как раз заворачивает дома в блинчик какую-нибудь начинку. И мы вот решили тоже вам показать. Мария Майина, ресторатор из Сыктывкара, покажет вам тоже, какую начиночку обычно она любит класть в блины. Немножко отвлечемся. Дальше продолжим. У нас, напомню, представитель управления Росгвардии по Республике Коми в студии. Если у вас есть вопросы, после сюжета звоните 46-90-60. И сейчас смотрим сюжет о вкусных блинах. Добрый день. Наверное, у каждого в семье есть какое-то фирменное блюдо, которое мама готовит на выходные. В нашей семье это блины. Мы обожаем блины, поэтому каждое воскресенье я пеку огромное количество блинов, просто кучу. Но, к сожалению, или к счастью, блины остаются совсем чуть-чуть. И вот таким образом я использую их в понедельник. Я делаю блинные рулетики. Блинные рулетики я делаю абсолютно с разными начинками. Сегодня я вам расскажу, как я делаю блинный рулетик со своей любимой начинкой, со сливочным сыром, сёмгой, огурчиком. Можно немножко добавить зелени, завернуть в блинчик. И данный рулетик можно взять с собой на работу. Положить в пакет, в контейнер, принести на работу. Это будет потрясающий перекос, очень сытный, очень нежный, очень вкусный. И, в принципе, он не портит фигуру. Папе можно собрать на работу блинчик с мясом, блинный рулетик или мешочек, как вам удобно завернуть. Вашему ребёнку можно завернуть с ветчиной и сыром. Это всё очень просто. Это делается из простых продуктов, из простых ингредиентов. Очень вкусно, быстро, а главное, полезно. Все сыты и довольны. Помните, что из самых простых ингредиентов можно приготовить очень вкусные, незатейливые, и самое главное, полезные блюда. Приятного вам аппетита. Продолжается прямой эфир на Юргане, рабочий полдень. У нас в студии, напомню, представители управления Росгвардии по республике Коми. И вот я знаю, что начальник, в частности, Центра лицензионной разрешительной работы, Яков Николаевич, я знаю, что сейчас такой самый главный портал госуслуги, что с его помощью тоже можно как-то взаимодействовать с вами. Да, совершенно верно. Это, так сказать, одна из тех интересных моментов, когда гражданин может обратиться не вживую, а в электронном виде, подав все документы. Это особенно тех касается, кто хочет продлить разрешительные документы. То бишь... Не надо приходить, получать. Приходить не надо, да. В электронном виде подаются все скан-копии. При разрешении материалов наш сотрудник руководствуется предоставленными скан-копиями и при выдаче разрешительного документа, когда гражданин приходит за получением, он предъявляет оригиналы и все это заверяется. В принципе, проблем в этом нет. Кроме того, есть такая возможность уникальная, когда граждане уезжают куда-то в командировку длительную, что-то не успевают, а у нас срок подачи разрешительных документов не позднее, чем за 30 дней до его окончания. Поэтому у него есть возможность уникальная подать его в любом месте Российской Федерации и вовремя, в общем говоря, уже потом получить услугу. То бишь, как правило, граждане иногда вызывают возможность именно прибыть, все работают, можно не в рабочее время, вечером, дома. В рабочее полдень можно, на обеде. На обеде можно, да, совершенно верно, подать заявление. Поэтому в этом плане и мы перспективно видим те основания, то что при посещении нас, как правило, ищут, как заполнить бланки. Там форма на Евдином портале государственных услуг предусмотрена уже унифицированной формы, в которой уже все он заполняет и у него уже дополнительно вопросов не возникает. Иным образом они просто подать ее не смогут. Это удобно. Да, удобно. Есть у нас телефонный звонок, мне подсказывают. Добрый день. Алло. Добрый день. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Я задавал вопрос, уже половину ответили, за какое время раньше надо подать мне, чтобы для продления оружия, и какие документы нужны. Кроме медицинской справки еще. Ясно, спасибо. Спасибо. Я так понимаю, что мы уже почти ответили, да? Почти ответили, да. Ну, помимо этого, да, медицинские документы необходимо предоставлять. Это заключение об отсутствии противопоказания к укладению оружием. Сейчас поменялся порядок, ну, в принципе, тема-то правильная. С 1 января поменялся порядок, новый приказ Министерства здравоохранения издало 441Н, который предусмотрел новую форму медицинских документов 002У называется, и которая уже включает в себя и химико-тоциклогическое исследование. То бишь, если он проходит одну часть, соответственно, ему получается возможность выдать уже второй документ. Раньше требовалось два документа предоставления, в данном случае уже одного документа уже достаточно знать, что вы уже прошли химико-тоциклогическое исследование. В принципе, из документов это фотография, заявление, охот-билет, ну, потому что, если это охотничье оружие, соответственно, если это оружие самообороны, это прохождение мер периодической проверки, мер безопасности обращения с оружием, потому что это оружие, как правило, краткоствольное оружие, оно более опасное, потому что его можно носить с собой, его не видно. Ну да. Да, и как правило, оно применяется, его задача применить, защитив себя против человека. Это охотничье оружие применяется против, так сказать, ну, не против, а для охоты, для добычи охотресурсов, а тут пистолет короткоствольный, это травматическое оружие, поэтому каждые 5 лет нас определили, что проходят меры безопасности с оружием, и в принципе предоставляют весь этот пакет документов, в принципе все. Сергей Васильевич, вернемся к структуре, к вашей Росгвардии, мы выяснили, что это часть полиции, кто-то из военнослужащих перешел в управление Росгвардии, а если кто-то захочет тоже пойти служить, работать в Росгвардии, как правильно, не знаю, теперь сказать, что нужно сделать, какие требования предъявляются? Ну, соответственно, на должности военнослужащих это будет воинская служба, военная служба, на должностях сотрудников полиции это будет служба, которая на сегодняшний день регламентируется федеральным законом о службе в органах внутренних дел. Пока своего нормативного документа нет, поэтому на нас, на сотрудников полиции распространяется федеральный закон номер 342 о службе в органах внутренних дел Российской Федерации. В июле прошлого года были внесены в него соответствующие изменения, и оговорено о том, что данный закон распространяется на службу в Росгвардии. Соответственно, прием на службу для того, чтобы служить в подразделении, где предусмотрена полиция, это вневедорственная охрана, это лицензионная разрешительная работа, осуществляется в тех же условиях и в таком же порядке, как и принимаются на службу в органы внутренних дел. То есть, для того, чтобы устроиться на службу в Росгвардию, необходимо прийти по адресу Кирова 64, это здание ОМОН, там расположено кадровое подразделение управления Росгвардией, которое я возглавляю, и, соответственно, мы уже определим, куда направить кандидата для того, чтобы ему проходить службу управления Росгвардией. А также он может обратиться напрямую во Управление вневедорственной охраны, которое тоже осуществляет прием на службу. В частности, у них есть на сегодняшний день вакантные места, и они, скажем так, с удовольствием примут кандидатов для рассмотрения их на службу в Росгвардию. И вот еще такой вопрос. Предполагается, что какие-то подразделения полиции переходят на военную службу, что это означает? — Совершенно верно. Значит, по указу президента, который был издан в апреле прошлого года, 157-й, сказано, что подразделения специального назначения, это которые я уже говорил ранее, специальный отряд быстрого реагирования и отряд мобильного особого назначения, эти подразделения будут переводиться из полиции на военную службу. Будут заключать сотрудники соответствующий контракт о прохождении военной службы, и они станут уже, перейдут в статус военнослужащих. Это значит, их звания станут воинскими, не специальными. Это за собой влечет увеличение льгот определенных, социальных гарантий. И вполне возможно, что, ну, скорее всего, я думаю, что размер денежного удовольствия вообще в управлении, в подразделениях Росгвардии будет, пусть не намного, но все-таки выше, чем в иных правоохранительных структурах, таких как Федеральная служба исполнительной наказания, органы внутренних дел. Потому что об этом впрямую говорил директор Федеральной службы. Я знаю, что, возвращаясь к оружию, что в том числе у Росгвардии будут какие-то свои специальные новые виды вооружения. Это так и есть? Есть ли они, может быть, уже у нас в управлении республики? Ну, могу сказать так, что я в этом вопросе дилетант немного, в плане того, что я тоже черпал эту информацию из общих источников. Могу сказать, в частности, как бы мне это интересно было, естественно, все, что касается новой структуры. И да, действительно, было заявлено, что для подразделений Росгвардии, в частности, это, естественно, подразделения специального назначения, которые выполняют специфические функции, будут разрабатываться новые виды вооружения, в частности, я думаю, снайперские винтовки, также не только вооружение, но и средства защиты, потому что сотрудники Росгвардии, которые служат в спецподразделениях, они же постоянно на переднем крае, условно говоря, постоянно подвергают свою жизнь непосредственно опасности. И для сохранения их жизни и здоровья необходимо новые какие-то совершенные технологии для обеспечения тех же самых бронежилетов, защитных щитов, касок и других спецсредств защиты. Поэтому, да, я думаю, что это будет специально, ну, поставлена, грубо говоря, задача определенным заводам-изготовителям, научным исследовательским центрам для того, чтобы изготавливать эти образцы вооружения. Ну, то есть, не водометы новые будут. Ну, да, водометы не предусматриваются, потому что, ну, я уже сказал, цели и задачи Росгвардии совершенно не в том, чтобы бороться с населением страны, а с тем, чтобы, наоборот, это население оберегать от каких-либо радикальных элементов и лиц, настроенных на разрушение государства, прежде всего, а не на скрепление его. Ваши сотрудники, они имеют право задерживать людей? В полную очередь. Структуры, ну, то есть, получается, органы внутренних дел. Ну, вот, допустим, вот банально на улице поймал, сотрудник Росгвардии может поймать преступника и просто передать его, получается, в полицию, да? Естественно, да, это его непосредственная задача. Если был задержан кто-то за совершением какого-либо преступления, а сотрудники Росгвардии, они же все сотрудники бывшие органов внутренних дел, они прекрасно знают законодательство, поэтому есть у них такие полномочия, они обязаны это делать. Яков Николаевич, у нас, возвращаясь к оружию, с каждым годом есть какое-то увеличение регистрации нового оружия? Или стабильно все как бы? К сожалению, законодатель с каждым годом немножко меняет ситуацию по поводу дополнительных каких-то документов. Вот, необходимо пройти меры безопасности обращения с оружием, химико-таксологические исследования на наличие наркотиков. Немножечко затратно становится быть владельцем, вот, и на самом деле увеличения никакого не происходит. Немножечко даже есть снижение владений оружием. Ну, посмотрим, как, если будет достаток населения расти, то, я думаю, и желающих быть владельцами, охотниками, тоже, думаю, в принципе, будет. А сдают оружие, допустим, какое-то есть? Да, есть статистика по сдаче оружия, совершенно верно. Это первое, которые добровольно отказались от владения. Второе, это те граждане, которые незаконно хранили дома оружие, то, что осталось у нас с давнейших времен. И за это, между прочим, еще предусмотрена у нас денежная компенсация. Вот. Немножечко оговорился, не у нас предусмотрено, а у нас есть программа профилактики, программа правопорядок, которая выделила на это дело 200 тысяч рублей. Вот. И за каждую единицу, допустим, если это обрез или нарезное оружие, там, порядка двух с половиной тысяч рублей гражданин имеет право на компенсацию. То есть, после совершения определенных процедур, проверки, что действительно оружие им сдано, проверку проводят, ему выдаются документы, и он обращается в Минсоцразвитие, в любое из подразделений Республики Коми с этими документами, и ему уже на счет, после проверки, выделяется определенная сумма, в зависимости от того, что он сдал. У нас даже за взрывчатые вещества у нас положены тоже денежные компенсации, там, за 100 грамм 300 рублей. Мы будем надеяться, что люди будут ответственны к этому моменту подходить. Сергей Васильевич, от Вас, как от представителя Росгвардии, на преддверии Дня Защитника Отечества, есть возможность поздравить всех своих коллег? Да, спасибо большое за предоставленную возможность. Хочется поздравить, прежде всего, всех людей, которые носят погоны, не только сотрудников Росгвардии, а также сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, с наступающим Днем Защитника Отечества, пожелать всем нам и вообще всем мужчинам, которые когда-либо служили в армии, и которые еще будут служить в армии, крепкого здоровья, надежного тыла, любви родных и близких, долгих лет жизни, ну и мирного неба, чего еще можно пожелать Защитникам Отечества. Как говорится, лучшая война, это та, которая не началась, или вернее, битва, та, которая не началась. Спасибо вам большое, я вас тоже от лица нашего телеканала поздравляю. Напомним, друзья, в нашей студии сегодня были Яков Бартоломей, начальник Центра лицензионной разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми, и Сергей Васильевич Андрющенко, начальник отдела кадров и взаимодействия со СМИ, также из Управления Росгвардии Республики Коми. Еще раз вас с праздником, желаю, чтобы у вас было поменьше работы, чтобы правоохранители органов только внушали такой страх преступникам. Спасибо вам большое, друзья, мы с вами не прощаемся после рекламы, выпуск новостей, нашей викторины, еще один музыкальный подарок в честь праздника, оставайтесь на Юргане. Продолжается рабочий полдень на Юргане, мы в прямом эфире, и сейчас, конечно же, настало время новостей. Узнаем, какие события к этому участку имеют место быть в нашей большой республике. Моя коллега Александра Головина уже готова поделиться своей информацией. Саша, добрый день, тебе слово. Добрый день, Северин, спасибо. О самых заметных новостях расскажу прямо сейчас. Добрый день, Северин, спасибо. Добрый день, Северин, спасибо. На этой неделе было предписано провести дополнительные инструктажи по порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Особенность мер в том, что в перспективе за неисполнение решений комиссии предусмотрены санкции от 1 до 30 тысяч рублей. Традиционные соревнования по автомногоборью, приуроченные ко Дню Защитника Отечества, пройдут в Сыктывкаре 25 февраля. Организаторы запланировали интересную программу стартов. Участники продемонстрируют знания правил дорожного движения, мастерство фигурного вождения, меткость при стрельбе из пневматической винтовки. Кстати, соревнования среди дам намечены на март. И о погоде. В Коме сохранятся морозы. Виной тому, установившиеся над нашим регионом перенос воздушных масс. Ночью в республике до минус 25, местами и до минус 35. Днем от 13 до 16, также со знаком минус. На юге интенсивность снега уменьшится, похолодает и только в Троицко-Печорском районе он теперь задержится. Служба информации Юргена продолжает следить за развитием событий. Прямо сейчас продолжение программы «Рабочий полдень». Северин и Фертвой. Спасибо, Александр. Интересная дисциплина в автомногоборье. Стрельба из пневматической винтовки. Интересно, на ходу, из машины, как это все будет происходить. Ну и, конечно же, друзья, да, вот говорилась информация. Все-таки внимание и бдительность надо проявлять. И не бояться сообщать, куда следует, если таковые моменты имеются. Ну а мы приступаем к розыгрышу подарка. Викторинные защитники Отечества на телеканале Юрген. Участвовать в викторине очень легко. Дозвоните сейчас в прямой эфир 469060. Ответьте правильно на мужской вопрос. И приз ваш. Спонсор викторины. Йога. Центр Лотоса. Занятия для пользы тела в любом возрасте. 577-443. 577-443. Телефон. Ну и мы начинаем викторину. Защитники Отечества. Итак, правила викторины предельно просты. Вопрос. Четыре варианта ответов. И отвечает первый дозвонившийся в прямой эфир. 469060. Если ответить правильно не удалось, шанс предоставляется следующему дозвонившемуся. И так до правильного ответа. Мне подсказывают, что у нас уже есть претендент на обладание вот этим сертификатом, на посещение йога-центра Лотоса. И мы сейчас будем пытать вопросом нашего телезрителя. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот если бы еще только звукорежиссер потише музыку сделал, чтобы я вас лучше слышал. Как вас зовут? Елена. Елена, здравствуйте. У вас есть мужчина, которого вы будете поздравлять? Или может быть... И не один есть. И не один. Ну что ж. Тогда будет здорово. Зато потом какая будет... Какой будет ответ на 8 марта? Итак, Елена, где вы находитесь? Я дома нахожусь в Сыктывкаре. В Сыктывкаре. Хорошо. Давайте попробуем ответить на вопрос. В каком году 23 февраля вновь стал выходным днем? Четыре варианта ответа сейчас на ваших экранах. Это 1981, 1991, 2000 или 2002 год. Когда? Когда 23 февраля вновь стал выходным днем? Так, по-моему, 2002 год. 2002. Вы говорите, по-моему, значит, какая-то неуверенность есть? Потому что, знаешь, что где-то после 2000-го. После 2000-го. Так. На чем тогда становимся все-таки? Ну, все-таки, наверное, 2002-й. 2002-й. Ну что ж, Елена, скажите, пожалуйста, вы занимаетесь йогой или чем-то, может быть, спортивным? Не занимаюсь, но хотелось бы заниматься. Ну тогда позанимайтесь, потому что вот этот сертификат от йога-центра «Лотос» достается вам. 577-443-телефон. Спасибо большое. Для пользы дела, занятия для любого возраста. Так что, Елена, это ваш. Обязательно узнайте потом уже за эфиром, как получить свой приз, потому что для этого потребуются некоторые документы. Не такой большой пакет, как... Спасибо большое. Я вас поздравляю, всех мужчин, и вас поздравляю с праздником. Спасибо. Я передам все поздравления. Спасибо вам и вашим мужчинам тоже с праздником. Итак, друзья, действительно, в бывшем СССР 23 февраля считался мужским днем. В этот день праздновали День вооруженных сил СССР. После распада Союза в России продолжили отмечать этот праздник. А вот в 2002 году Государственная Дума приняла постановление сделать этот день нерабочим, то есть выходным. Это значит, что к государственным праздникам страны добавился еще один выходной. А вот до 2002 этот день был рабочим. Когда впервые начали праздновать этот праздник, в далеком 1922 году начали отмечать день. Тогда праздник назывался День Красной Армии и Флота. Позднее, в 1949, он был переименован в День Советской Армии и Военно-Морского Флота. А уже в современной России с 1993 праздник называется День Защитника Отечества, с которым мы вас все и поздравляем. И от нашего телеканала, и от нашего замечательного музыкального гостя, который сейчас рядом со мной в студии, Максим Полей, полуфиналист открытого городского фестиваля конкурса «Поющий в севере», солист Государственного театра оперы и балета «Республикоми». Он приготовил свой музыкальный подарок. И, Максим, эфир твой, прошу. Спасибо. Земля снегов и лебединых облаков, Земля березовых закатов, С печалью светлой молча смотрят на меня Россия и синие глаза. Земля моя, я сын твоих берез, Я землю русскую от недруга сберег. Я отдал все, чтоб в рощах золотых Вовек не замолкали соловьи. Земля моя, я сын твоих берез, Березки белые от пуль я уберег, Чтоб вечно снились родине моей Березовые сны. Солдатом шел я по обугленной земле, Былали дымные закаты, Сухие трещины натруженных дорог, Как руки матери моей. Земля моя, я сын твоих берез, Я землю русскую от недруга сберег. Я отдал все, чтоб в рощах золотых Вовек не замолкали соловьи. Земля моя, я сын твоих берез, Березки белые от пуль я уберег, Чтоб вечно снились родине моей Березовые сны. Когда уйду в края, откуда нет дорог, Я сам навек Россией стану. На чай и розный мир В стволах твоих берез Струится будет кровь моя. Земля моя, я сын твоих берез, Березки белые от пуль я уберег, Чтоб вечно снились родине моей Березовые сны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова